Итак, в общем, меня сегодня приютил, вернее, даже не сегодня, а вчера приютил один кореец по имени Ли. Я теперь у него в гостях сейчас нахожусь. Сейчас покажу. Вот такая вот комнатка. Тут я вещи постирал свои. Комната, квартира, очень небольшая. Квартира из одной комнаты. Тут вот кухня. Столик. Вещи мои, гитара моя. Это вот здесь ванная комната, туалет, душик. Да, вот такого вот плана комнатка. Здесь он спит. И он любезно предоставил мне свои апартаменты на целых три ночи. Сейчас он ушел, и я вот здесь один. Сейчас пойду город изучать. Наверное, может быть, на рынок куда-нибудь схожу. Ну и вообще какие-нибудь достопримечательности посмотрю. Похожу, попрожу. Возьму с собой гитару. Может быть, по пути получится денег заработать. Да, кстати, интересно, у них здесь сделаны замки дверные. Сейчас покажу. Вот такой вот агрегат у них. По сути, мне нужно только так сделать и открыть. Все, по сути, нужно только закрыть, и он сам закроется. Когда буду приходить, мне нужно будет открыть, ввести код, закрыть, и она откроется. Такие вот у них двери. Ну и пойду я на улицу теперь. Здесь дворик. Сразу. Так вот выглядит улица. Погода хорошая. Повернула за поворот. Сейчас выйду на главную улицу. Ну, как она главная, не главная. Просто одна из улиц. Вот так вот выглядит одна из улиц Сеула. Все здесь удобно. Здесь пешеходные переходы. Вообще, очень удобный город, на самом деле. Клево здесь ходить и ездить. Какая-то тем дальше. Здесь еще перекресток. Здесь, которого я повернул. Интересная архитектура у домов. Клево-сотки. Все круто обустроено. Мне нравится ходить по таким улицам. Дальше будет мост с интересным видом. Сейчас спустился в переход. Нужно туда обойти. Посмотрю, как можно сделать. Но интересные у них переходы. Все облагороженные такие. Я забрался на мост. Идем в метро. Выходит наверх. На каждом мосту у них такие переходы для пешеходов. Что меня очень порадовало. Специальная дорожка для катания на велике. Клево-сотки. Не знаю, как она называется. Очень много мостов в этом городе. Очень красиво. Сюда, конечно, сигануть можно. Но в этом нет необходимости. Так, я прошел мост и иду дальше. На мое удивление, здесь очень много 7-11. 7-11. Они, по-видимому, встречаются по всей Азии. Такие вот магазинчики. Идентичные с малайзийскими и тайскими. Буду заходить. Такой тоннельчик. Длинный достаточно. Интересный. Ваше здоровье. Даже интересно, как это я разве. Так, я добрался вот до такого местечка, какая-то фиговина какая-то здоровенная, интересная, не знаю, что такое, торговый центр, наверное. Первый же день, мы сюда с ребятами приехали, тогда у меня не было ни денег, ни настроения здесь бродить. Здесь я сейчас вышел на большой рынок, где вещи можно купить вот по 10 тысяч. Такие вот, где-то даже тут при распродаже за 5 тысяч можно купить. Наскончаемые ряды, в общем. Мне, кстати, также многие говорили, что мне нужно в богатые страны ехать. Много мне что-то так говорили. В общем, я сижу тут, играю на улице. Вот так вот у меня происходит все. Мне принесли кофе попить. Кофе попить. Такие вкусняшки принесли. Со сгущенкой еще клево. Играю вот в таком вот месте. Здесь недалеко рынок центральный, здесь ходят толпы людей. А я просто сижу на улице, короче. И играю для всем свою музыку. так проходит фотосессия. Вон там одна девчонка. Тут вот ребята фоткают ее. А она позирует. Забавно вообще на все наблюдать. Тут куча, короче, вот так вот они становятся у стены. И фоткаются. Ну, ребята, давайте, зафоткайте ее. Я вот тут нахожусь вот в таком вот галерее. В общем, здоровенное такое сооружение. Там тоже, ребята, где статуя интересная такая. Вообще, как я выяснил, Корея это страна хурмы. Вот. Здесь на каждом углу, в общем, можно встретить вот такие вот штуки. Собственно говоря, я себе купил. Стоит вот эта вот штука. 3000. 3000 вон. Вполне можно объесться просто. Такие забавные рыбы. вон. Вон ни разу таких не видел. Они, главное, лежат, а глаза у них как-то на боку. Вот тоже. Побольше. Здесь тоже. Ну, побольше плавают такие. Побольше.